Как происходит накопление углерода в почве? Во время фотосинтеза растения поглощают КО2 и солнечный свет. Они выделяют кислород и производят сахара, углеводы и другие длинноцепочечные молекулы, которые в основном состоят из атомов углерода. Растения выделяют до 40% этих богатых углеродом соединений в почву в виде отходов, которые служат пищей грибам и бактериям. Они делают это для того, чтобы способствовать росту популяции этих полезных организмов, так как это в конечном итоге приведет к возвращению питательных веществ растению. Пожалуйста, посмотрите анимацию о круговороте питательных веществ для получения дополнительной информации. Иногда грибы дают опята, но это лишь малая часть того, как они растут. Большая часть грибов состоит из гиф, длинных узких трубчатых структур, которые состоят в основном из углерода. По мере роста гифа гриба становится длиннее и разветвляется в разных направлениях в поисках новых источников пищи. Со временем ее стенки становятся все толще и толще, накапливая все больше углерода, поскольку гриб продолжает поглощать эксудаты растения, а также органические вещества из почвы. Так как же это может помочь в борьбе с изменением климата? Ну что же, самым крупным организмом когда-либо обнаруженным на планете Земля был гриб и орган размером примерно с 1665 футбольных полей, возраст которого находится где-то между 2000 и 8000 годами. Такое количество углерода накапливается в течение длительного периода времени, так что это можно рассматривать как своего рода углеродный насос. Атмосферный углерод поглощается растениями и перекачивается в почву, где он хранится в течение сотен лет в грибковых гифах. Этот процесс известен как поглощение углерода почвой. Насколько эффективным может быть поглощение углерода почвой в борьбе с изменением климата? Ну что же, оценки разнятся, но вот некоторые достаточно консервативные цифры. Уровень углерода в атмосфере в настоящее время составляет чуть более 410 частей на миллион. Это просто зашкаливает. Если оглянуться назад на последние 450 тысяч лет, то, как удалось выяснить климатологам, используя образцы ледяного керна, это число за это время не превышало 300 частей на миллион. Красная линия на графике — это изменение температуры. Как вы можете видеть, за последние 450 тысяч лет наблюдается четкая корреляция между изменением температуры и содержанием КО-2 в атмосфере. Если температура продолжит повышаться в соответствии с текущими уровнями КО-2, то мы увидим некоторые драматические изменения в нашей среде обитания. Просто чтобы представить это в перспективе, люди живут на планете всего около 200 тысяч лет. Поэтому мы никогда не сталкивались с условиями, подобными тем, которые в настоящее время моделируются учеными-климатологами. Какой уровень содержания углерода в атмосфере считается безопасным? По данным МГЭКООН, этот показатель составляет где-то около 350 частей на миллион. Это примерно 60 частей на миллион, которые необходимо удалить из атмосферы, что соответствует примерно 450 миллиардов тонн эквивалента КО-2. Этот номер понадобится нам буквально через минуту. Так что давай поставим его вот здесь в углу. Сколько всего этого может быть поглощено почвой? Ответ заключается в том, что мы не знаем. Однако, что мы точно знаем, так это то, что можно изолировать избыток в 10 тонн с гектара в год и, возможно, до 20 тонн с гектара в год. Как продемонстрировал доктор Дэвид Джонсон из университета штата Нью-Мексико, который был. Мы успешно восстанавливаем почвенную пищевую сеть. Да, это передовое исследование, но при больших инвестициях это может стать достижимым во всем мире довольно быстро. Люди обрабатывают примерно 5 миллиардов гектаров земли по всему миру. Таким образом, исходя из 20 тонн с гектара в год, что соответствует 100 миллиардам тонн в год, общий объем выбросов парниковых газов на всей планете в 2019 году составил около 37 миллиардов тонн. Согласно исследованиям NOAA, около 50% выбросов поглощается естественными процессами, в результате чего в атмосфере остается около 20 миллиардов тонн. Так что если бы мы не занимались ничем иным, кроме восстановления почв в мире, мы потенциально могли бы поглощать около 80 миллиардов тонн в год. 450 миллиардов тонн, разделенные на 80 миллиардов тонн в год, означают, что теоретически мы могли бы вернуться к уровню 350 частей на миллион космического пространства в течение 6 лет, просто восстановив почву. Почвы всего мира. Конечно, мы не сможем сделать это за одну ночь. Более реалистичным сроком для глобального внедрения является срок от 10 до 15 лет. Если учесть сокращение выбросов парниковых газов, картина начинает выглядеть гораздо более оптимистичной. Суть в том, что это может стать важной частью головоломки, когда речь заходит о борьбе с изменением климата. Для получения дополнительной информации о многочисленных преимуществах сети SoilFoodWeb и о том, как вы можете принять в ней участие, посетите сайт SoilFoodWeb. Меньше чем, ВРЛ больше чем. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok